Здравствуйте! Давайте сегодня обсудим с вами жизненный цикл айтишного проекта. Несмотря на все многообразие, так сказать, зоопарка, айтишных проектов, множество-множество технологий, и каждый проект уникален, не похож на предыдущий, определенные сходства между ними есть. Как минимум, каждый проект имеет начало, имеет какую-то середину и имеет конец. Все они заканчиваются. Иногда славно, иногда бесславно. Давайте посмотрим, что же между ними общего и коротенечко обрисуем, какой жизненный цикл софтверного проекта. Начинается все с анализа требований, когда мы договоримся, что нам нужно сделать. То есть стадия сбора требований. Мы договорились, что мы хотим выпустить за продукт. Не факт, что в конце мы придем к тому же самому, но хотя бы договоримся о первоначальном видении продукта. Дальше переходим от анализа требований к стадии дизайна, от планирования к проектированию. Мы на этапе дизайна можем действительно, как указано название, рисовать дизайн. Но дизайн это не только визуальная составляющая. Дизайн это еще сложное упражнение по софтверной архитектуре. Нам нужно договориться про технологии, нужно договориться про сервера. Где мы все это будем разрабатывать, как пользователи будут этим пользоваться, какие устройства поддерживают. То есть на этапе дизайна это так же само обрабатывается и делается. После этого этапа мы идем на третью стадию. Третья стадия разработка. Мы занимаемся тем, что согласно предыдущим этапам, мы напланировали, напридумывали, мы разрабатываем. Казалось бы все просто, но после того, как мы разработали, нам нужно как-то верифицировать. Что сделать? Провести тестирование. Что такое тестирование? Если в двух словах, это проверка реального состояния проекта от того, что было запланировано. В соответствии реального и запланированного. В этом сравнении могут родиться вещи, которые порождают либо улыбки, либо горестные вздохи. То бишь, и это баг, или это фича. Это сломает проект, или наоборот, это даст ему неожиданное направление импульс и найдет бизнес-перспективу. Например, в корпоративном мире известен мессенджер слэк. Или слаг, как его часто на жаргоне называют. Если вы знаете, ну теперь вы точно знаете, изначально команда, которая его разрабатывала, делала игру. Как оказалось, игры у них не вышло, но побочный продукт этой игры появился мессенджер-чат, который стал один из самых популярных в мире. Так что неизвестно, куда на стадии тестирования вы можете прийти с вашим продуктом. После того, как стадия тестирования закончена, происходит диплоймент. То есть вы размещаете ваш продукт, добавляете его на сервер и делаете доступным для пользователей. То бишь, до конечного потребителя. И дальше идет после диплоймента, вы занимаетесь техподдержкой, саппортом, правите баги, смотрите, чтобы ничего не падало, что все работало, как запланировано. То есть вот такой софтверт-девелопмент-лайфцайкл у нас с вами получается. Анализ, дизайн, разработка, тестирование диплоймента. Казалось бы, все просто, но есть нюансы. Как вы понимаете, если мы хотим сделать банальную задачу, сделать ее можно несколькими способами. Например, мне нужно выкопать яму. Предельно просто. Я могу ее выкопить лопатой, могу использовать экскаватор, могу копать ложечкой. Результат будет один. Выкопанная яма. Потраченные усилия совершенно разные. Ведь можно забивать гвозди микроскопом, правда? Но в английском языке есть такие маленькие, говорят в Одессе, нюансы. Effective and efficient. То есть, с одной стороны, эффективно забивать гвозди микроскопом. С точки зрения решения задачи, да. Насколько это efficient? Насколько это имеет смысл дорогостоящим приборам делать базовую задачу? Не очень. К чему я вас подвожу? К тому, что в жизненном цикле софтвердного проекта есть такая вещь, как методология управления проектом. Их есть превеликое множество, но мы выделим два магистральных течения. Каскадная модель Waterfall, где все идет по накатанной, по наитию. Одна фаза следует из окончания предыдущей и без сдвигов, без изменений. Или Agile. Agile является чуть ли не религиозным течением в современном IT. Почему я говорю религиозным? Потому что люди слепо верят, что это решение всех их проблем. На самом деле нет. Agile принялось решить громоздкую модель предыдущих моделей управления проектами, чтобы можно было держать в голове самый главный фокус. Фокус на гибкую разработку. Фокус на продукт. Поэтому появился Agile Umbrella. Это так называемый зонтик, в котором сосредоточены разные фреймворки управления проектами. Они известны в IT-шном мире. Это Scam, это Kanban, это ROOP, это Extreme Programming. Каждый из них по шкале от того, что прескрипционное, в том, что описаны ритуалы, шаги, как нужно действовать до менее прескрипционных. Будьте гибки, думайте свободно, применяйте здравый смысл, договаривайтесь, общайте и обсуждайте. Почитайте Scram Guide, почитайте Agile Manifest. Вам поможет разобраться в хитросплетении этих методологий и определенных фреймворках для того, чтобы понимать разницу и специфику этих определенных наборов инструментов. Обладая этими знаниями, вы можете их применять и экспериментировать с командами, с проектами. Все это нацелено для чего? Для того, чтобы более предсказуемо в нашем хаотичном непредсказуемом мире достичь результата. Для того, чтобы большой продукт разделить на несколько равных частей микроотрезков, из которых под кирпичик вы будете строить большое здание проекта. Это кажется простым. На самом деле это жутко непросто, но не менее увлекательно. Поэтому, чтобы менять мир, нужно вооружиться знаниями, не бояться экспериментировать и делать лучшие проекты, которые по-настоящему приведут человечество. Кто знает, надеюсь, светлому будущему. Компьютерная школа Гилель. Учись ради мечты.